Итак, всем большой-большой привет! На связи Ширин, преподаватель по английскому языку в онлайн-школе Umschool. Сегодняшнее занятие у нас посвящено заданиям 3036 из сборника FIPI, это у нас пятый вариант из сборника 2023 года. В этом задании очень интересная лексика, там есть устойчивое выражение, классные глаголы, поэтому точно будет увлекательно, не выключайте видео. Плюс ко всему в конце я расскажу вам об интересном курсе, который у нас пройдет совсем-совсем скоро, и на него можно будет попасть совершенно бесплатно, поэтому оставайтесь до конца. Для начала кратенько расскажу о себе, меня зовут Ширин Келли, я уже два года готовлю выпускников к ЕГЭ по английскому языку и сама я дважды сдавала ЕГЭ, соответственно, по английскому языку на 99 и на 98 баллов, новый формат экзамена. У меня подтвержденный уровень английского на уровне C1, что приравнивается к уровню Advanced, и также благодаря тому, что я в свое время хорошо сдала экзамены, я поступила на бюджет в Российский университет дружбы народов по направлению политология. Не забывайте также подписываться на мои социальные сети, все самое интересное происходит именно в телеграм-канале, там в закрепленном сообщении есть кладезь полезных материалов, которые помогут тебе подготовиться к ЕГЭ на высокие баллы, поэтому обязательно подписывайтесь, ссылка есть в описании, либо можно навести смартфон на этот QR-код. Теперь перейдем к нашему заданию из пятого варианта, сначала прочтем отрывок, вот получается до первого пропуска, вот до сюда будем читать, переведем и посмотрим, какие у нас есть варианты ответа. Марк оставался со мной почти все время, приносил мне газировку, когда я просила об этом, бритву, зубную щетку и даже свою пижаму. Он, в общем, ему приносил карандаши, бумагу, которые были на самом деле не так уж ему и нужны, было от них мало пользы, но без которых, тут у нас пропуск, я вот что-то делаю, он бы would have been lost, он бы пропал. Также будет огромное количество книг, половина из которых он вообще не знал, и там были языки, на которых он не мог читать. Сейчас давайте посмотрим на глаголы, которые у нас указаны для первого пропуска, среди них нам нужно выбрать правильный один только вариант ответа. Первый глагол у нас to submit, затем to supply, suppose and suggest. Итак, глагол у нас тут to submit, это представить, отправить, supply переводится как поставлять, еще это как снабжение, suppose это предположить и полагать, как синоним глаголу to think и suggest это предлагать. Тут мы что с вами видим? Он приносил книги, бумагу, какие-то вот карандаши, которые были ему совершенно не нужны, но потом выражается его личное мнение. Он бы без этих вещей потерялся, он бы пропал без этих вещей. Я тут не вижу никакого посыла, никакого смысла ставить глаголу to submit и to supply, потому что здесь у нас нет такого значения поставки каких-то снабжений, либо предоставления какой-то информации. Suggest тоже предлагать, получается, смотрите, он нам ничего не предлагает, тут именно значение того, что человек у нас просто считает и выражает свое мнение, поэтому верным ответом у нас будет под номером 3. To suppose, which I suppose he would have been lost without, то есть он бы потерялся, я считаю, что он потерялся бы без этих вещей. Далее. Однажды ночью голова у него болела от Гегеля, я попросила его принести мне журнал. Он что-то, что-то довольно испуганный, а когда вернулся, то уже с торговым журналом, фармакология, который нашел в гостиной. Здесь я обращаю внимание на то, что у меня стоит после пропуска. У меня тут находится adjective, то есть прилагательное. Что у нас тут вообще происходит? Смотрите, у нас есть такая конструкция, после которой мы ставим прилагательное перед глаголом to look, то есть look like something, выглядеть каким-то образом, как-то, например, look happy, look sad, выглядишь ты грустным или счастливым, ну и так далее. Также были глаголы see, somebody, либо something, это видеть что-то, либо кого-то, view something, это рассматривать, просматривать что-то и watch something, это, например, смотреть что-то там по телевизору. И поскольку в данном случае у меня стоит прилагательное после пропуска, я вполне спокойно ставлю ответ под номером 1 и говорю, что у нас человек выглядел испуганным. И следующее предложение. We talked at all. Здесь у меня среди вариантов ответа есть такие слова, как Здесь я вас попрошу обратить внимание на то, что после пропуска у нас стоит at all. Это вам небольшая подсказочка, но давайте сейчас посмотрим на значение каждого слова. Итак, первое слово у нас переводится как редко, Затем nearly, это почти, примерно, merely, только, исключительно, и hardly, это у нас едва ли, с трудом. И получается, это у нас предложение. Мы разговаривали, at all, это вообще вовсе. Если я подставлю первый вариант ответа. We talked rarely at all. Мы разговаривали редко в общем. Вместе со словом at all у нас чаще всего используется именно hardly. Поэтому конструкция hardly at all, это вовсе не, мы практически не разговаривали. То есть, едва ли мы там чуть-чуть перекинулись буквально двумя словами, мы вовсе с ним не болтали. Просто запомните, hardly at all, это практически не, что-то делали, почти не разговаривали в данном случае. Далее. Большую часть времени он читал с поразившей меня сосредоточенностью. Он читал шесть часов подряд, почти не поднимая глаз. Затем идет пропуск. He, что-то, что-то. Он мне почти никакого внимания. Здесь необходимо знать устойчивое выражение, которое у нас идет в таком союзе вместе со словом attention. И давайте посмотрим на варианты ответа. У нас тут есть глагол to pay, put, keep и hold. Pay somebody attention означает уделять кому-то внимание, то есть обращать на человека внимание. Put глагол у нас с attention не используется, поэтому просто это его перевод. Put это у нас класть, вставить. Keep one's attention это удерживать что-то внимание. И hold это держать. И получается, тут у нас человек постоянно читал, он мог читать на протяжении шести часов подряд. И он не обращал никакого внимания на его друга-другого. И получается, что он не обращал на него внимания. И he paid me no attention. He paid me almost no attention. Он почти не обращал на меня внимания. Ответ у нас подойдет под номером один. Смотрим далее. Он был со мной в самые плохие ночи, когда мне было трудно дышать, и мои легкие болели так, что я не мог заснуть. Once, when the nurse on duty was three hours late with my medicine, he followed her into the hall, and there delivered a tense eloquent reprimand. Однажды, когда медсестра, которая была на смене, на три часа опоздала с моими лекарствами, с моим лекарством. Он последовал за ней в холл, и там сделал такой напряженный и красноречивый выговор. After that, the nurse would much gentler in her handling of me. После этого медсестра стала гораздо мягче обращаться со мной. Врач отделения неотложной помощи что-то вот мне сделал, что Марк спас мне жизнь. Здесь у нас есть такие глаголы, как say, tell, talk и speak. Тут обращаю внимание ваше на тот факт, что у нас после пропуска стоит me, и также потом that. То есть у нас получается доктор сказал мне. He did something me. И вот эти глаголы, очень часто их все путают. Смотрите, пожалуйста, тут разница заключается в том, что после некоторых глаголов мы ставим to, после некоторых мы ставим with, а после некоторых не ставим. И вот здесь, смотрите, у нас ничего не стоит перед местоимением. Всего лишь нужно поставить глагол. И вот тут, смотрите, если мы обращаем внимание на глагол to say, после say мы говорим say something to somebody, то есть сказать что-то кому-то. Тут у нас есть to. Если мы используем tell, то мы говорим tell somebody about something, то есть между tell и somebody ничего у нас не стоит. Затем talk to somebody, здесь у нас стоит частичка to. Говорить с кем-то и speak with somebody, это поговорить с кем-то. Тут, поскольку я понимаю, что доктор передал информацию, он сказал это, но тут нет ничего связанного с to. Получается, ответ у нас будет под номером 2. Услышать это было приятно, драматично и приятно, и именно это что-то, что-то множеству людей. Но втайне я все еще думал, считал, что это было преувеличением. Здесь у нас следующие глаголы. Глагол to review означает пересмотреть что-то, to repeat это повторять, recite это цитировать, либо прочесть, и recall это вспоминать, какие-то вот ваши воспоминания из прошлого. И вот здесь я вижу, нам рассказал доктор, ну не нам с вами, а автору этого текста, рассказал, что Маркс спас его жизнь, и вот именно эта мысль, она была и драматичной, и приятной, с одной для него стороны. И он об этом рассказывал многим-многим людям. Однако секретно, вот где-то внутри себя, втайне, он все еще думал, что это все-таки преувеличение. Мы не можем с вами пересмотреть людей, поэтому review мы с вами использовать не будем. Repeat, вот эту мысль мы можем вполне повторять многим-многим людям, поэтому repeat нам пока с вами подходит, ставим тут точечку. Recite это цитировать, цитируем мы обычно каких-то великих людей, либо читать цитаты, книги и все подобное, поэтому цитировать нам тоже тут не подойдет. И recall вспоминать людям, то есть давайте посмотрим здесь, which I recalled to a number of people. Люди не знают об этой информации, и он только им рассказывает о ней, то есть он не может им напомнить о чем-то. Поэтому ответ у нас будет тут под номером 2, repeat it to a number of people. Я повторял об этой информации, я рассказывал о ней многим людям. И последнее предложение, in subsequent years, что-то I've come to feel that he might well have been right. В последующие годы я пришел к выводу, что он вполне мог быть прав. В этом пункте нам с вами нужно вставить какое-то слово, которое является союзом в предложении, и здесь обращаю ваше внимание на то, что у нас стоят такие знаки пунктуации, как запятые. И у нас слово обособлено с двух сторон. Не все слова из этого списка у нас обособляются с двух сторон. И в этом пункте нам очень сильно помогает с вами пунктуация, ну и, конечно, знание лексики. Хотя, с одной стороны, вы мне скажете, ширин, боже, ну 30, 36, это же точно лексика. Пунктуация это тоже иногда помогает, так же, как и грамматика. И вот если смотреть исключительно на значение. Although, это у нас хотя. Otherwise, иначе. Впрочем. Therefore, это следовательно. То есть мы берем из какого-то факта, выводим итог. И, however, однако. И вот смотрите, итога тут никакого не будет. Давайте вернемся здесь. In subsequent years, therefore, I've come to feel that he might have been right. Здесь нет никакой мысли, которая бы вытекала, и что-то происходило. Вот в итоге давало бы нам тот факт, что человек принял этот факт, что вот Марк спас жизнь. Поэтому therefore мы с вами сразу же выкидываем. И вот остается у нас три слова. Смотрите, первое слово у нас с двух сторон не обособляется. Второе тоже не обособляется с двух сторон. А вот третье, точнее четвертое, когда оно у нас стоит в середине предложения, оно обязательно обособляется запятыми. И получается у нас предложение. Однако, в последующие годы я пришел к выводу, что он вполне мог бы быть прав. То есть до этого мы видим информацию о том, что он внутри чувствовал, что это все преувеличение, что он не спас мне жизнь, это все ерундулька и все подобное. Но через несколько лет, однако, вот в противовес своим прошлым мыслям, я все-таки пришел к тому итогу и вот к осмыслению того факта, что он все-таки спас мою жизнь. Ну и на этом все. Давайте сверяться с ответами. У нас были цифры 3, 1, 4, 1, 2, 2, 4. Задание мы выполнили на максимум, но я вас попрошу остаться еще на одну секундочку, потому что у меня для вас есть очень классная информация. 7 февраля стартует мой авторский курс, и он будет абсолютно бесплатный. То есть каждый из вас может записаться ко мне на занятия. Они у нас пройдут 7 и 8 февраля в 16.00. Это все на всякий случай по московскому времени. Мы с вами разберем вообще стратегию подготовки к заданиям номер 3036, разберем с вами классные фразовые глаголы, устойчивые выражения, и будем это делать все по методу ассоциаций. То есть после нашего курса вы выйдете с огромным багажом лексическим, и у вас пополнится вот ваш словарный запас на множество классных фраз. И как вы можете видеть по названию, мы будем с вами изучать лексику уровня C1, что, кстати, относится у нас к уровню ЕГЭ. Вся информация будет в моем телеграм-канале. Ссылочку давайте еще раз вам покажу. Вот можете перейти по QR-коду, либо найти ссылку в описании к данному видеоролику. Надеюсь, что вы все будете участвовать в этом курсе. Я его сделала максимально подробным. Он бесплатный, поэтому буду рада, если вы возьмете эту информацию и уйдете с ней на экзамен. Так что надеюсь, что мы с вами встретимся уже 7 февраля в 16.00 по московскому времени на нашем онлайн-занятии. И на этом все. Я вас благодарю за просмотр и жду вас на нашем курсе. Всем огромное спасибо. Всем пока-пока.